Вот, начала раскладывать, пришёл, уложил свой хвост, да, уложил свой хвост. Что? 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 Это называется неуделение внимания коту. Тут же расплата начинается моментальная. Моментальная расплата начинается. Моментальную, да. Ну, скажи, удели сначала внимания одному, пушистику, потом валяй, что хочешь. Скажи, тепло же сидеть, да? На шерстюшке-то тепло сидеть, да? Тепло сидеть на шерстюшке, да. Ой, скажи, муркотение тут у нас началось. Вот только начнёшь раскладывать, и всё. Вот приходит злодей, и всю раскладку рушит, да? Ты всю раскладку мою рушишь, ты злодейский, ты злодей. А, сидит. Сидит и муркотит. Подлизывается. Подлизывается ты моё, ты моё, подлизывается. Да, сидит. Ну, что ж, это такое так красиво раскладывалось. Надо закрываться от этих оболтусов. Да, надо закрываться от этих оболтусов. Да, надо закрываться, чтобы никто не мешал. Да. Ох, сейчас. Помассируем эти. Ох, ты ж морда. Залез на мою шапочку. Залез на мою шапочку. Да? Ты зачем залез на мою шапочку? Скажи, надо уделять внимание котикам. Да? Уделять внимание котикам надо. Да? Ну, чтобы вместе дальше валять. Да? Будем вместе дальше валять. Да? Ты мой злодейский кот. Ух, ты мой злодейский кот. Помощничек. Да? Как тут тебя запечатлеть на месте преступления? Вот так вот и запечатлел. Вот кто мне тут устроил Армагеддона? Ты же всю раскладку развалила. Что мне теперь делать с этим, а? Тюсик, вот скажи мне, пожалуйста. Ты же мне... Я тебе вон даже постелила. Вот иди сюда. Иди сюда. Товарищи. 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 Вот идите сюда. Вот вон там. Там тоже красненькая, тёпленькая. Пошёл. Обиделся. Зараза. Ох. Что ж он теперь делает с этим? Ну, всё, раскладку развалил. Засранец. Так мало того, что развалил, тут ещё же своих этих самых... Так сказать. Ладно. Будем считать, что это... Это средство от порчи. Кошачья шерсть. Злодеи же. Только соберёшься, думаю, сейчас в тишине, спокойно, вечером все разойдутся. Кто поспать, кто мышей ловить. Ну, на тебе, половили мышей. Да, ладно. Пошла исправлять ситуацию. Презентация новой шапочки. Шляпочки. Скоро у нас будет Рождество. И я поеду на рождественскую ярмарку. Там будет очень холодно стоять. Поэтому я себе сделала шапочку. Вот такую. В общем, это называется... Если я не ошибаюсь, Нисы-Мурь. Или, в общем, это самое. Или Куна-Тельнисы. В общем, такая этот самый. Но это, как говорится, в том, показать, что оно всё стоит. Во всяком случае, это должно выглядеть вот так вот. Сюда я ещё приделаю бомбончик. Это пока ещё без бомбончика. В общем, вот такая у меня шикарная шляпка. Для всех этих рождественских ярмарок. Можно её завернуть в любую сторону. Вот так вот, к примеру. Вот. В общем, шапка тёплая. И погода сегодня... Хотела снять... Хотела снять на улице. Ну, даже на улице какая-то вот такая серость невероятная. Поэтому вот показываю произведение моего искусства. Можно носить так, чтобы ничего на нос не капало. А можно носить вот так вот. Вот. В общем, вот это дело загибается в любую сторону. Вот. Так что теперь можно ездить на ярмарке. Вот с таким пластиком. Бомбончик я... Бомбончик я приделаю. И потом покажу. Ну что, ударим по варежкам. Да? Будут варежки подстать шляпки к рождеству... Вернее, к рождественской ярмарке. Вот варежечки. Вот такая варежка. Одна большая. Это две варежки. Это я уже ее подваляла хорошо. Теперь нужно только, как говорится, еще валять-валять. Вот как тут. Сейчас покажу, с какой большой варежки она станет на мою ручку. Вот так вот. Вот так. Так что вот такая тут у меня красота. Красота будет. Вот так вот лучше. Вот так вот. Вот две варежки. Можно, конечно, делать по одной. Но я пришла к выводу, что когда ты раскладываешь сразу одну сторону, потом другую сторону, вот как-то так лучше получается. Тогда чувствуешь именно толщину с одной стороны, толщину с другой стороны. В общем, вот такая варежка у меня будет. Правда, она сейчас кажется такой огромной-огромной, но она усядется. Она усядется, уваляется. И будет красивенько. И тепленько. Вот так что. Вот так вот это будет выглядеть. Я очень люблю шерстюшку. Очень. И очень люблю валять. Она настолько какой-то имеет такой терапевтический момент. Ты валяешь, оно вроде как мокрое. Такое все это самое. Но все равно оно как-то так очень успокаивает меня. Тут я вытираюсь. Вот это самое. И вот так вот валяешь, 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 валяешь. Вот. Большой пальчик вот такой. Практически вся моя ладошка туда влазит. Внутри пальца точно сейчас влезет. Вот. Так что вот здесь я потом разрежу. И когда я буду... Ну, сейчас оно уже видно, что оно увалялось. Вот если так протянуть. Вот здесь уже начала собираться такая складочка. И вот эта складочка тоже вот здесь вот собирается. То есть форма остается прежней, а шерсть подсаживается. И вот оно уже видно. Вот так вот, наверное, вот так вот будет лучше видно. Вот оно уже. Вот здесь вот эта складочка. И такая же складочка вот здесь вот начала образовываться посередке. Вот я ее чувствую. Вот здесь она тоже собирается внутрь. Пока палец никуда не это самое, потому что его раскладка не пускает внутреннее. И вот так вот валяешь. Ну, короче, это очень любимая мною тема. Как мыло делать или как... Поехали, свалять чего-нибудь. Особенно. Потом покажу, как это у меня и что из этого выйдет. Такие вот дела. Вот, сделала разрез на варежки. Вот они. Я их уже так плотненько-плотненько уваляла. Но форма внутри не дает усаживаться больше. Поэтому я сейчас это все дело вынимаю. Вот она прям, вот она прям как сложилась. Вот она. Вторую часть я пока не буду разрезать. Сейчас я вытащу и покажу. Вот насколько увеличилась или уменьшилась. С одной стороны практически на ладошку. Это я уже протянула. А здесь с этой стороны прям раз и два. Прям на три ладошки. Вот она как подсела. Сейчас здесь положу по верхней части. Тут практически в три раза уменьшилась. Вот такие вот дела. Форма такая у меня. Варежки. Вот она, варежка. Эти. Вот так вот увеличилась. Вернее уменьшилась. В общем, теперь нужно довести его до размера моей руки. Думаете, невозможно? Возможно, возможно. Как этот кот матроскин говорил. Я мою муркнублю. Оно у меня столько молока проносит. Вот варежки. Разрезала. Вот такие варежки. потихонечку усаживаем мне очень нравится когда вот идет переход между двумя цветами тут красный и белый и вот сейчас уже начинают видно как белые шерстинки проходят через красную шерсть а красная потихонечку начинает проходить через белую вот тут конечно валять валять и еще валять но но уже мне это все очень нравится от кисает мои варежки я налила немножко горячей воды чтобы отдохнули еще мыло много но уже видно что вот она на варежка можно сказать почти готова к потреблению а вот они варежки практически готовы но они еще мокрые их немножечко надо еще чуть-чуть давалять хотя собственно говоря я считаю что варежки должны быть чуть больше руки потому что она должна там шевелиться в варежке тогда будет тепло если она совсем плотно обнимает вот тогда будет холодным в общем такая варежка практически все готова единственно как бы я сейчас посмотрю еще может это что-то подрежу чтобы она как-то поровнее было потому что тут небольшие какие-то моменты есть вот и надо и хорошо выполоскать сейчас натяну варежку вот она еще мокренькая такая поэтому становится колом какая красота для дедушки мороза и снегурочки само то липота же липота липотистая в общем еще и выплоскать надо я так немножечко сполоснула там еще было есть внутри красота красота вот вывернула здесь чуть побольше получается потому что если изнаночку взять то получается здесь беленького пару сантиметров а здесь беленького уже так сантиметров наверно 6 вот и мне кажется так как-то но поприятнее смотрится понаряднее хотя кто знает кто знает в общем оставлю их отдыхать красота моя такая ну все я в шапке и теперь можно стоять долго и нудно все разложила хорошо надо же немножко покрасоваться он шапчульку какую забомбила себя разве не красавица сейчас вы дождите оба говорится товар лицом мод варежка вот тут вторая лежит ждет своего часа все разложила а